Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. И я начинаю опасаться за наше клоунское сокровище Вовочку по совместительству и недоразумению нашего президента, потому что все тревожные признаки налицо. Ребята, если сопоставить эти ужасающие факты, то картина просто потрясает. Смотрите, он сам недавно заявил, что отдельно наносятся удары, вот он чувствует, что удары наносятся по нему и по его личности, по мыне и по особистости. Я увидел признаки биполярного расстройства личности, но он в конце сказал, что он торопится на встречу с главнокомандующим. То есть президент на встречу с главнокомандующим. По конституции это должно быть одно лицо, но явно это уже давно разные люди. И даже жена Зеленского, она прямым текстом сказала, что он давно саморазмножился. Зеленский, этот внебрачный сын бумеранга и граблей, она даже общается с ним отдельно, как с мужем, и отдельно, как с президентом. Нас же предупреждали, что у него совсем другая физиология. Она отличается от физиологии Порошенко, от вашей, от моей. Он, друг, он выйдет скоро на пресс-конференцию, и мы увидим, что у него, знаете, биполярное, треперальное, четыреперальное, пятиполярное, семиполярное расстройство личности. Он уже давно не сам. Он не один. Он это целая толпа спорящих между собой людей и друзья. Когда Зеленский говорит нам, что у него есть план А, а если он не удастся, то план Б, если не удастся, то план С. Я не знаю, как вы, я, например, понятия не имею, какой план А. И когда мне говорят, что если не состоится план А, то будет план Б. Дорогие украинцы, я хочу объяснить вам, что у меня есть план А, кокс Б, шмаль С, есть чича Д, гашиш Е, там, кокнар, айкосы, у меня есть кальянчик, у меня такое количество разных планов, что вы себе даже не представляете. Дорогие друзья, я констатирую факт, что журналистика в Украине умерла. Ну, во всяком случае, она находится в какой-то коме. Коматозное состояние украинской журналистики. То есть, смотрите, у Зеленского на пресс-конференции, по сути, не спросили ничего. То есть, подождите, а что, неужели никому из журналистов не интересно, как это так? Вот взяли, украли Чауса, то есть официально наши спецслужбы похитили, пытали и держат в заключении без суда и следствия человека. А Зеленский об этом делает вид, что ничего не знает. Он должен сказать, он в курсе или нет. Это дичь, когда журналисты не задают этот вопрос. То есть, некому задать этот вопрос. То есть, все эти фокусы, новое время, все эти один плюс один, вся эта межпуха, включая СТБ, они не журналисты. Они на самом деле, ну, медийные минетчики. Они пришли, отсосали президенту. Особенно мне понравился вот этот вот отсос в конце, яка ваша Мрия. То есть, понятно, что сценаристы прописали, что последним вопросом должен быть вот самолет Мрия, какая ваша Мрия. Слава богу, что хоть прямой канал немножко поменял ситуацию. И Зеленскому таки задали по-серьезному неудобный вопрос, от которого он де-факто убежал. Смотрите, ребят, никто не задал вопрос по вагнеровцам. То есть, неужели, ну, на самом... Ребята, это же позорище. Вопрос по вагнеровцам висит в воздухе. Это невозможно. В демократической стране такой вопрос не задать такому количеству журналистов. Ребята, Зеленский топчет ногами Конституционный суд. РНБО подменяет собой все... И никто про это не... Никто не спрашивает. Никому не интересно. Хорошо хоть программы схемы. И вот озвучили неприятный президенту вопрос и факт, что Зеленский не борется ни с какой коррупцией. Он и его команда слились с этой коррупцией. Возглавили ее во многих местах. А в некоторых... Они вот... Бедный Альперин, вот этот вот... Ну, он, конечно, очень небедный, которого просто выперли пинком под зад. Он вылетел, как пробка, из бутылки шампанского. Его просто убрали из контрабандных потоков, чтобы поставить 100% своих людей всюду. То есть им уже мало, когда им платят долю. Они хотят иметь все. Ребята, закон в стране засунуть глубоко в задницу. А куча журналистов занимаются медийным отсасыванием президенту все, что у него торчит наружу, и не краснеют. Вот, что касается нашего электората и нашего избирателя. Я понимаю, что огромному количеству людей, которые смотрели бесконференцию, особенно избирателей Зеленского, это как бы даже понравилось. То есть они реально не видят, что происходит. Они не видят, какую тупую шнягу им пытаются продать. И причина очень проста. Ребята, причина-то проста. Потому что для того, чтобы видеть, какая дура Надя Савченко, надо быть чуть-чуть умнее Нади Савченко. Для того, чтобы понимать и признавать очевидный факт, какой недоразвитый дурачок наш клоуна-президент Вовочка, надо быть чуть-чуть более развитым, чем он. Ведь, понимаете, ведь людей не оскорбляет в своем большинстве, и журналистов не интересует. На этой пресс-конференции Зеленский публично заявил, что считает возможным нарушать закон. Он видит причины для его нарушения и готов это делать. Нет, ну мы видим, что он нарушает закон сплошь и рядом. И хотя он обещал, что если он нарушит закон, он уйдет с поста. Понятно, что он нарушал, нарушает и нарушать собирается дальше. Он плевал на Конституцию, плюет и дальше будет заниматься тем же самым. Но он сказал, что вот ради журналиста он считает, что можно приступить к закону. Жалко, он говорит, что я не был президентом, я бы даже нарушил закон ради благой цели. Там вот он говорит про журналист. Ребята, это дно. Президент, который заявил, что он считает нормой нарушать закон во имя какой-то благой цели, это конец государству и государственности. Ну, в том плане, что мы все-таки имеем демократическое государство, где есть свобода слова и какое-то, ну, хотя бы претензия на верховенство права. В любой нормальной стране, в любом государстве, если бы президент сказал, что он готов наплевать на закон, обойти закон ради какой-то благородной цели, просто вытереть ноги о закон, и у этого президента, да, и у этого президента есть еще диплом юриста. Ну, согласитесь, да, если дипломированный юрист говорит, да, что он готов нарушать закон во имя чего-то, ребята, тогда он дебилошизофреник, потому что человек с юридическим образованием, который публично заявляет, что я готов нарушать закон во имя чего-то на пресс-конференции в присутствии сотни журналистов, и ни один из них не задает вопрос, как, как это возможно? Ребят, наша проблема в том, вот почему мы так живем, потому что никакого скандала после этого не возникло, то есть вместо отставки Зеленский получил ничего, вот просто ничего, и бороться с этим нужно нам, потому что на сервильную журналистику, вот эту вот отсосальную журналистику надеяться нечего, я вижу, что ситуация идет опять к тому, что именно улица, именно митинг и массовый протест будет менять ситуацию, я вижу, я вижу, что Зеленский, его команда и наша недожурналистика делают все для того, чтобы ситуация зашла в клинч, и когда это случится, я уверен категорически, что за нами не саршавеет. не саршавеет. Не саршавеет. Продолжение следует...